Вала Щух СД пишет вам эссе, в жизни рок-н-ролл, Вала Щух СД Всем привет! Продолжаем театральный сезон. Не знаю, то ли я стал лучше разбираться в театральном искусстве, то ли вырос уровень наших сценаристов, актеров и режиссеров, то ли мне просто везет. Но скорее всего и то, и другое, и третье вместе. В последнее время я приобретаю билеты на очень хорошие театральные постановки. Вот и в этот раз побывал на очень интересном спектакле в Театре наций. Иранская конференция. Первая ассоциация, конечно же, с нашим знаменитым фильмом «Тегеран-43», с великолепными Джигарханяном, Костолевским, Белохвостиковой и Аленом Делоном. Но спектакль не об этом. Он именно о конференции, проходящей в Дании, но посвященной защите прав человека в Иране. То есть европейцы собрали конференцию, чтобы обсудить чужие проблемы. Но чужие ли они? Это как раз и пытаются выяснить участники конференции, начав с правозащитных вопросов и незаметно перейдя к обсуждению общечеловеческих ценностей. Возвращаясь к уровню наших сценаристов, режиссеров и актеров. Трудно сделать интересным спектакль, целиком состоящий из выступлений участников конференции. Но им это удалось. Это я говорю вам со знанием дела, как участник и организатор очень многих научных и производственных конференций. Очень трудно удерживать внимание публики более 7-10 минут. Даже очень интересным научным докладом. Здесь же я с интересом следил за ходом спектакля в течение двух часов без антракта. Выступление каждого участника конференции было отдельным моноспектаклем, сыгранным очень талантливыми актерами. Перечислю их всех. В этот день на сцене играли Владимир Большов, Игорь Гордин, Авангард Леонтьев, Антон Кузнецов, Марина Дровосекова, Ингиборга Дабкунайде, Равшан Куркова, Виталий Кищенко, Игорь Хрипунов и Станислав Любшин. Постановка Виктора Рыжакова, который обратился к публике со вступительным словом. Автор сценария Иван Вырыпаев. Когда я покупал билеты на спектакль, мне сказали, что будут задействованы Евгений Миронов, Чулпан Хаматова и Ксения Рапопорт. Но я не жалею, что были задействованы другие актеры, так как некоторые для меня стали приятным открытием. В частности, Игорь Гордин, Антон Кузнецов, Игорь Хрипунов и Марина Дровосекова. И как бы ни смеялись над российской духовностью герои этого спектакля, должен сказать, что именно наша духовная среда с ее взяточничеством, чиновничьим беспределом, русским авось и в то же время с великой русской литературой, музыкой и духовными исканиями смысла жизни и порождает снова и снова целые плеяды прекрасных сценаристов, режиссеров и актеров. Вот такие вот мысли вслух. Всем пока! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok